ЗУМ ЗУМ вообще переводится как «Знание и умение науки». Это «Знание, умение и форматы науки». Это такая аббревиатура, которая описывает те стандарты, образовательные, которые были приняты в последние почти 100 лет уже, когда появилась мобильная школа, собственно, модель мобильная школа, к которой это советская школа относится, конечно. И когда начинают описывать все эти учебные планы, собственно, вот этим категорическим аппаратом в основном он пользуется. То есть расписывают, вот у нас «Знание», будут такие-такие-такие умения, сколько часов мы потратим на вырубку наука по этим умениям и так далее. То есть это, это такая, пометивный аппарат этот, он позволял структурировать образовательный процесс, его как бы описать, в том числе в часах, что на что будет потрачено. Вот. «Под знаниями» что подразумевается? «Под знаниями» подразумевается знание, чтобы человек имел понимание, знал определения, понимал, откуда они возникли, с чем они связаны, если это закономерности какие-то, понимал. Ну, грубо говоря, если мы с математикой сравнили, что человек умел там теоретно доказать. Ну, или должны доказать, или назвать это теоретно. Вот мы и знали. Да? Скорее доказать это, наверное, все-таки про умение. Или решить задачку. Это тоже умение. То есть, насколько я могу выполнить конкретную задачу, которую мне дали, или инструкцию, которую выполнили. Это уже, как бы, связано с умением. Ну, а навык это, типа, это умение доведено до такого степени, что я эти задачки щелкаю, как на симочки, да? Вот. Такое бытовое понимание зума, оно примерно, как бы, такое. То есть, чему сейчас только о зумах говорится, ну, Вот я только что был на конференции в Миссиси, это Московский институт, где, значит, проходила конференция по новым оценкам как раз знаний из учебного процесса. И там уже пишут не столько про зум, сколько пишут зум. И когда там вникаешь, то, говорят, знание, умение владения. То есть, слово навыки заменено на владение. Вы понимаете, 70 лет ничего не меняет. И вдруг, в двухтысячных годах понадобилось что-то менять. искать какие-то новые формулировки. То есть, очевидно, что что-то стало происходить вообще с этим пространством, что-то там появилось. Чуть раньше этих зумов появилось такое слово компетенция, и которое тоже, как бы, начали говорить. Вот компетенциальный подход, вводим эту компетенцию, и так далее, и тому подобное. И у нас все больше и больше начал идти разговор о том, что, как бы, стандартного зума для описания современных образовательных задач недостаточно. Следовательно, было, опять же, 70 лет достаточно, а теперь, бас, недостаточно. Что-то случилось. Что-то, как бы, произошло. Если мы будем рассматривать, что же произошло, то ответ очень простой. Если мы раньше жили на достоянии, как бы, эпохи, вот, и образование было построено по рекламу, достоянию эпохи, наполненной задачей, то теперь, когда мы вышли на, так называемый, просто достояние фазовый барьер, после которого подразумевается, что будет жизнь в совершенно другом построенном, там будет какое-то комитивное общество, инфрационное общество, или еще какое-то общество, но, всякое, оно будет как-то по-другому. Вот. Это, в частности, связано с тем, что у нас идет бурное развитие производительных сил, как раньше говорили в марсийской такой терминологии. Ну, конкретно, там, ну, например, на заводах появилось очень много автоматизаций. И много труда, которое раньше выполнилось вручную, теперь делают автоматы, ну, переправление компьютером, каких-то там программ, и тому подобное. Часть трудового ресурса, как бы, производства. Оно может заниматься чем-то другим. Вот. Одновременно роль тех, кто там остался, она поменялась. То есть теперь им надо там следить за этими машинами, программировать эти машины. И у них требуется другой уровень как бы знаний, другой уровень поведенческих паттерна определенных. и вот именно это все в совокупности и меняет задачи образовательного процесса. То есть те роли, которым надо готовить людей, они становятся как бы другими. И те наборы каши, которыми они должны владеть, они тоже другие. и вот когда это стало становиться, вдруг стало понятно, что зума для описания этих новых ролей недостаточно. появляются какие-то новые вещи. В первую очередь сначала это поняли с компетенцией. Сейчас я буду называть вещи, определенные понятия, с которыми сейчас работают ну вот скажем, в новом образовании, альтернативном образовании, которые пытаются решить эту проблему и сделать, вернуться к соответствию вот этому определенному заданию, которые представляют социуму и тех образовательных процессов, которые ведут. и вот эти новые люди, они вынуждены вводить новые слова для того, чтобы подписывать, что нужно, что вообще сейчас нет. И эти новые слова следующие это компетенция, мышление, ресурсное состояние.